Всем привет! С вами Маша и это полная практика прощения с Green Mind Life и Ярославом Удроворонцов. Утро 1 января. У нас тишина и покой. Все опять разошлись спать. Но если бы это было 6 утра, 6 или 7 утра, вы бы видели только, какой у нас здесь кипиш утром. В нашей семье есть определенные традиции, новогодние традиции. Мы обычно там расходимся спать часов в 2, в 3, кто во сколько. Но утром уже сегодня, например, с 6 утра нас пытались разбудить наши дети, дети в нашей семье, мои племянники. Мы, несмотря на то, что все уже давно выросли из детского возраста, в нашей семье все еще есть традиция складывать подарки под елочку. И утром, кто первый проснется, тут будет всех остальных для того, чтобы разобрать эту гору подарков. Раньше это делала либо я, либо моя сестра, но сейчас, когда у нас есть племянники, а мы как бы немножко выросли и стали ложиться позже, и хочется 1 января поспать чуть дольше, мои племянники, дети моей сестры теперь четко выполняют эту миссию. Сегодня, например, мой племяшка с 6 утра начал меня будить, ему 5 лет, и рассказать, Маша, вставай, пора, пошли смотреть, приходил Дед Мороз или нет. И я как могла тянула до последнего, до 7 утра. Я говорила, Никита, подожди, должно рассветлеть на улице. И он через каждые 3 минуты меня дергал и кричал, «Маша, смотри, уже посветлела, уже посветлела, а теперь, а теперь?» Это было так смешно и так забавно. И уже в 7 утра я больше не смогла ничего тянуть, не смогла откладывать, потому что уже действительно рассветлела на улице. Сказала, окей, буди всех. И начался просто кипиш. Никита побежал с криком по всей квартире, будя и поднимая всех. И наша семья, она отзывается на этот зов, потому что это традиция этой семьи. И мы все вместе собираемся вокруг ёлки. Такая у нас ёлочка в этом году. Сосна на самом деле. Мы все собираемся вокруг сосны в зале. И начинаем разребать вот эти кучи подарков, которые здесь наложены. Каждый год не происходит без какого-то провала. В этом году мы забыли положить подарок старшему племяннику. Пришлось выводить его из комнаты и быстренько запихивать ему ещё раз под ёлочку подарок и кричать, что «как же он так плохо ищет!». И вот мы там каких-то полчаса времени тратим на то, чтобы разобрать эту гору подарков, поделиться впечатлениями, а потом все опять расходятся спать. Ну, кроме детей, которые играются со своими подарками, понятное дело. Вот такие традиции, я не знаю, есть ли у вас такие традиции, но для меня это что-то очень важное, очень ценное, потому что это то, что из года в год повторяется и приносит кучу удовольствия. Каждый год дети ждут этого момента. В шесть утра дети просыпаются и начинают говорить, «Ну, пошли, ну, пошли, ну, можно, ну, можно, ну, давайте я уже загляну». И только когда мы собираемся все вместе, у нас разрешается уже смотреть в эти подарки. Эти традиции, они очень греют, очень радуют. И как бы они неизменны из года в год. Это то, что такие маленькие ритуалы, которые очень вдохновляют и заряжают тебя. Поэтому создавайте свои традиции, если у вас их еще нет. Создавайте их хорошими, яркими, красивыми, такими, как у нас или какие-то другие. Мне кажется, что это здорово, замечательно и важно в каждой семье иметь какие-то свои традиции. Радуйтесь этими традициями, наслаждайтесь ими, получайте от них огромнейшее удовольствие. И это была Мария и полная практика прощения с Green Mind Life и Ярославом Мудрых Воронцов. Мы живем на яркой стороне. Я знаю, и ты знаешь, ты можешь это сделать. Начни это делать прямо сейчас. Начни это делать.